Ростов сегодня это обнаружение следов взрывчатки в сухогрузе, идущем из Турции в Ростов, и повышение предельного возраста пребывания в запасе солдат, сержантов и прапорщиков до 55 лет. Это реконструкция участка тепломагистрали на Зорге, из-за которой до пятницы отключат горячую воду в 87 домах Западного, а также пожар на складе макулатуры, который тушили всю ночь, и столкновение автобуса Махачкала-Ростов с КамАЗом, в котором водитель автобуса погиб. Ростов сегодня это гонка на 4 километра с препятствиями, самые страшные из которых – рукоходы. А еще это первый тур футбольного чемпионата страны, в котором Ростов победил факел, забив свои тысячные-тысяча первой голы. И ясные плюс 30 за окном. На первом ростовском информационной программе «Ростов сегодня» ее ведущая Мария Филинкова. Здравствуйте. В трюме иностранного сухогруза, который шел из Турции в Ростов-на-Дону, обнаружены следы взрывчатки. Об этом сообщило сегодня ФСБ. Судно шло к нам для погрузки зерна через Керченский пролив, там его и проверили. Оказалось, в трюме каким-то образом раньше побывали Денитротелуол и Тетрил. К тому же специалисты заметили признаки изменения конструктивных частей судна. Этот сухогруз в конце мая стоял в украинском порту, а в июле в турецком порту полностью сменилась его команда из 12 граждан Украины, а судно поменяло название. В ФСБ считают, что обстоятельства могут говорить о том, что на этом сухогрузе на Украину возили взрывчатые вещества. Проход под Крымским мостом судну в итоге запретили. Продолжение следует... Ничего не изменится. Их обратно в запас возвращать не будут. Поправки заработают поэтапно. До 1 января 2028. То есть, кому 50 исполнится в 2024 году, останутся в запасе до 1951 года. А в 2027 до 54. И только с 2028 года все солдаты и сержанты будут уходить в запас в 55 лет. А это кадры из Донецкой Народной Республики. Несколько тонн продуктов длительного хранения, питьевой воды, различных бытовых предметов передали в зону СВО депутаты и волонтеры Ростовской области. А также необходимые в полевых условиях окопные свечи. Гуманитарный груз принял казачий штурмовой отряд «Шторм». «Привозили тепловизоры, привозили бронежилеты, привозили каски. Но такие вещи, конечно, дорогого стоят. И постоянно нам привозят провианты. Поэтому мы здесь не голодные. И я сам ощутил ту радость, что нас не забывают». «Службу несут они достойно. Они уже не первый день в зоне специальной военной операции. Также уверили в том, что их семьи ни в чем не нуждаются». Посылку на передовую депутаты собрали при активном содействии жителей Ростовской области. А еще казакам вручили письма от юных земляков. Это стало доброй традицией – встреч волонтеров с мобилизованными и добровольцами. 87 многоквартирных домов на Западном останутся без горячей воды на 4 дня. Но в этом можно увидеть и положительный момент. Причиной неудобств станет подключение нового участка тепломагистрали «Назорги». «Назорги» сегодня начали подключать к тепломагистрали новый участок трубопровода. Сейчас прикладывают порядка 18 метров трубы метрового диаметра. В этом году ростовские теплосети планируют обновить 106 метров трассы, в следующем еще 220. Причем на этом участке установят систему дистанционного контроля, которая позволит сразу же выявлять утечки. Здесь труба предизолированная, ППУ, так называемая. У нее ориентировочный срок службы 25 лет. То есть, почему перекладываем именно эти 19 участков вообще, ну в том числе и этот, потому что по результатам техдиагностирования были выявлены утонения металла на определенных участках. Соответственно, самые основные магистрали, которые сейчас есть, на этой магистрали в том числе задействовано теплоснабжение потребителей от центрального района через полноэстермерник. На реконструкцию магистральных теплосетей Ростова в этом и следующем годах из Фонда национального благосостояния выделено 3 миллиарда рублей. Еще 808 миллионов вкладывают ростовские теплосети. На эти деньги запланировали обновить 24 изношенных участка, два из которых по улицам 339-й стрелковой дивизии и Мечникова готовы. Этот участок на Зорке должны закончить до пятницы, но при этом нужно отключить горячую воду в 87 домах западного. Отключение связано с модернизацией 380 трассовых метров тепломагистрали диаметром 1000 миллиметров. Данный участок тепломагистрали является важным элементом системы теплоснабжения западной и центральной части города Ростова-на-Донецка. Для обеспечения жителей горячим водоснабжением была предусмотрена временная линия. В настоящее время проходят работы по переподключению с временной на основную ветку теплоснабжения. Перевод будет поэтапным. Ограничение горячего водоснабжения коснется дому в пределах стачки Коммунистического, Малиновского, 2-й Краснодарской, Каширской, Заводской, Тружеников, 1-й Краснодарской, Батуринской, Володарского, Кулагина и Плеханово. Роксана Базазян, Андрей Токарев, 1-й Ростовский. Склад макулатуры на площади 2500 квадратных метров тушили вечер и всю ночь в промзоне Аксая. Подробности ЧП в сводке ростовского городового у Инны Белан. Также я расскажу о нескольких трагических ДТП, в том числе с рейсовым автобусом и КАМАЗом. Почти 17 часов тушили пожар в промзоне Аксая. Склад макулатуры на улице Пороховая. Балка загорелся около пяти часов вечера пятницы. Сотрудники соседней базы увидели дым и вызвали пожарных. Дым был такой, что не видно было сначала, откуда начинается все. Там пластик и картон, видимо, поэтому. Позвонили, пожарные приехали быстро, буквально за 7-8 минут приехали. Начали тушить ситуацию. Мы от себя отдали 10 тонн воды с нашей базы. Они вот загоняют, переливают и тушат. На место прибыли 53 пожарных и 15 единиц техники. Но когда площадь возгорания возросла до 2500 квадратных метров, возникла угроза перехода огня на соседний склад. И ранг пожара повысили до третьего. А группировка спасателей выросла до 70 человек. Тушение разделили на три участка. С огнем боролись и с земли, и с воздуха. В настоящий момент работает 7 столов на тушение, 7 звеньев газодомозащитной службы. Также работает авиация МЧС России, которая осуществляет водосбросы. В настоящий момент сохраняется угроза перехода огня на соседний склад. Воду подавали как по рукавам, так и водовозками. Почти 40 тонн ее прилетело сверху. Вертолет Ми-8 сделал 13 сбросов. Ликвидировать открытое горение удалось к половине 12 ночи. Но проливали очаг пожарные до рассвета. Полную ликвидацию объявили только в субботу утром. Пострадавших нет. Областная прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. Рейсовый автобус «Махачкала-Ростов» попал в аварию в Урванском районе Кабардино-Балкарии. В субботу утром на трассе «Кавказ» он въехал в КАМАЗ с прицепом. 36-летний водитель автобуса, житель Ростовской области, погиб. Травмы получили 8 пассажиров. В том числе 9-летняя девочка и водитель КАМАЗа. Участники ДТП – жители Краснодарского края, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Другой КАМАЗ попал в ДТП в селе Пешково. Во время движения у него поломалось крепление и прицеп выехал на встречную полосу, ударив «Газель-3302». 47-летний водитель «Газели» скончался на месте до приезда скорой помощи. А виновник аварии 1984 года рождения, как оказалось, управлять КАМАЗом не имел права. В его отношении пока что составлено несколько административных протоколов, но расследование обстоятельств ДТП продолжается. На дороге Матвеев-Курган, Малакирсановка и Екатериновка случилось ДТП с тремя погибшими. 44-летний водитель Ниссана Эль Грант при обгоне слетел с дороги и врезался в дерево. Погибли трое его пассажиров 2015, 1999 и 1979 годов рождения. А сам он с травмами в больнице. И еще одно лобовое столкновение в Ростовской области. На девятом километре автодороги Вешенская-Казанская столкнулись Hyundai Accent и микроавтобус УАЗ. Водитель Буханки, хотя и получил травму, пытался помочь пострадавшим в легковушке, затем вызвал спасателей. Дело в том, что водитель и пассажир потеряли сознание и к тому же двери машины заблокировало. Спасатели разрезали кузов и помогли медикам эвакуировать пострадавших в больницу. На этом у меня все. До встречи. Новая школа на Московской улице в Азове откроется в апреле 2024-го. А отремонтированная по спецтехнологии дорога в переулке Степана Разина работает уже два месяца. Группа губернаторского контроля осмотрела три азовских объекта и оценила их на удовлетворительно. Наллельно ему будет проходить дорога вдоль земельного участка, вдоль школы. Новая школа на 1340 мест на Московской улице готова почти наполовину. Уже год ведутся работы. Возведен каркас четырехэтажного здания, облицовывают внутреннюю его часть, выравнивают пришкольную территорию. По оценке группы губконтроля во главе замгубернатора министром финансов Лилии Федотовой, у этого объекта риска отстать от графика нет, а значит школу откроют в срок в конце апреля следующего года. На сегодняшний день строительная готовность превышает 43%, но цена вопроса около полутора миллиардов рублей. Есть вопросы к подрядным организациям, есть вопросы к срокам выполнения работы, к их качеству, но это все в рамках ежедневной текущей работы регулируется между заказчиком и подрядчиком, вопросы эти снимаются и уже к итоговому завершению всех работ, естественно, объект предстает всегда в нормальном, в качественном состоянии. Второй объект осмотра – один из самых сложных, отремонтированная дорога по переулку Степана Разина. Мало того, что выровняли дорогу, но действительно я видела, что тут были такие ямы, и в общем просто ямы, да, и лужи, это машины в плавь переправлялись. С просьбой привести в порядок разбитое дорожное полотно, а завчане обратились к Лиле Федотовой на личном приеме. За 33 миллиона рублей сделали дорогу протяженностью 660 метров в тротуары с обеих сторон и провели освещение. Работы выполнили в срок, но замечания уже есть. В целом удовлетворительно, и покрытие сделано особенное, смесь щебня со специальными средствами, но разметка очень слабенькая. Прошло два месяца, когда дорога введена в эксплуатацию, но уже практически малозаметная. Так что думаю, что к концу лета она просто исчезнет. И еще одна точка в контрольном маршруте – благоустройство двора детской школы искусств имени Прокофьева. Очень здорово, что здесь была сделана входная группа, учитывая, что неоднократно были обращения родителей учеников в школу. И нужно отдать должное, что своевременная реакция администрации города – спасибо правительству Ростовской области, что выделили деньги. Новую плитку уложили по программе инициативного бюджетирования, освоив 2,5 миллиона рублей. Юлия Сурикова, 1-й, Ростовский. Две новые школы скоро примут учеников в Батайске. Одна откроется уже 1 сентября, вторую обещают сдать в начале следующего года. Ход работ на этих важнейших объектах оценила группа ГУБКонтроля во главе с замгубернатора Игорем Сорокиным. Также в ее маршруте – детский сад и модельная библиотека. Вот этот, вот этот, мы думаем до 1 сентября, ну, до 15 сентября монолит. Ну, параллельно, параллельно, мы уже ведем, ну, же клапку у нас нагоняет монолит. Ну, получается, до холодного хотите по 1 сентября? Ну, у нас уже по-новому, ну, числа 20-25 октября мы будем пустить в год. Обильные дожди сильно мешали строительству школы на 1340 мест в авиагородке Батайска. Уже готовы первые и четвертые корпуса. В них проложена электрика, идет внутренняя отделка, тестируется вентиляция. А вот по второму и третьему приходится наверстывать. Начали эту стройку в прошлом году. Сдать объект подрядчик обещает в начале следующего. Школа – это нуждающаяся, очень ее тут люди ждут, ходят. Корпуса все раздельные находятся. Вот за нами корпус стоит. Это корпус для начальных классов, отдельный. Переходными галереями все друг к другу, чтобы никому не мешали, не сталкивались дети. Верим, надеемся и обязательно сдадим к новому году. Мы посетили ряд социальных объектов, которые очень важны для Донского региона, которые очень важны и влияют как на жизнь и качество жизни населения в целом, так и на ряд проблемных моментов, таких как демография. Следующий такой объект в маршруте губернаторского контроля – детский сад номер 22. Здесь облагородили прилегающую территорию, получили новое техническое оснащение – музыкальный аппарат для развития мозга и спортивный нейростат, помогающий бережному развитию малышей с ограничениями здоровья. Все это итоги регулярного участия в губернаторской программе «Сделаем вместе». Детский сад трижды становился победителем в этом конкурсе. И также есть планы для участия уже в 24-й год. А, уже проучаствовали, уже протокол вышел 26 июня, уже победители в 4-й год. То есть получается уже четырехкратный победитель конкурса. Молодцы, это говорит об активной позиции, руководстве и администрации города Батайска, ну и самого Динского сада. Да, спасибо большое. Победитель другой программы – нацпроекта «Культура» – обновленная модельная библиотека номер 10. В этом году здесь сделали ремонт, закупили мебель и технику. Проекторы, интерактивные доски, песочницы. А новые книги привлекают читателей еще до официального открытия, запланированного на август. Соответственно, и все вот это реализовали. И вот в этом, в текущем году. Ну и теперь, конечно, и для детей, и для взрослых. Микрорайон Северный достаточно большой. Это востребовано у людей. Активно люди посещают. В прошлом году у нас новых читателей было 3440. Из них 1967 детей и 823 подростка. Побывала группа контроля и в новой школе номер 15. Окончание ее строительства ждали многие батайчане, ведь на фактические 600 мест уже подано более 1200 заявлений на зачисление. И на такое количество учеников планируется расширить ее возможности. Здесь удивляют и территория с несколькими игровыми площадками, стадионом и даже небольшой огород. А масштабы здания еще больше. В нем, помимо просторных классов, большой октовый зал, зона каворкинга, танцевальная студия, спорткомплекс и тренажерный зал. Здесь такая школа, в которую хочется возвращаться, в которую хочется учиться. То есть это такая школа будущего. И коллектив настроен, уже на сегодняшний день коллектив набран, готовится к приему своих учеников. Ну и мы надеемся, как вот оперативно шло строительство этого объекта, и дальше будет уже школа развиваться уже в своем движении, в дальнейшей своей деятельности образовательной. Эта школа примет своих учеников уже 1 сентября. Алина Цыганкова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Водные преграды, резкие обрывы, крутые подъемы, рампы, рукоходы. 15 преград на 4 с лишним километрах дистанции. Такова гонка с препятствиями под названием «Казаки». Бежали ее в парке 70-летия победы в Суворовском по трассе «Горный манеж». Светлана Маргун узнала об этих соревнованиях из телеграмм для рассылки и пришла попробовать свои силы. Девушка поддерживает форму бегом по утрам и надеется, что здесь для победы хватит физподготовки и выносливости. Я думаю, что если ты не занимаешься спортом постоянно, то тут лучше нечего делать. Ну, то есть для человека неподготовленного, в принципе, там 4-5 километров пробежать тяжело физически. Когда это с препятствиями, это еще более тяжело. А я пришла попробовать. Это в любом случае какой-то новый опыт. Мне интересно. Я бегаю. Бегаю, ну, немножко плаваю. Буду пробовать, не знаю, может, втянусь. Ну, пока не знаю. Пока пробежать просто ее уже, наверное, мне кажется, подвигаю. Гонку «Казаки» бегут и профессионалы, и любители. А еще есть парные состязания. В таких участвовали Дмитрий и Елизавета Самсонова из «Шахт». Спортсмены, они подготовленные, занимаются кроссфитом. Но говорят, что тут для них главное не победа, а участие. Ищем себя, ищем новые китовиды спорта, проверяем себя на выносливости. В любом случае мы знаем, что можно обходить препятствия. И если не справляешься, пошел на финиш, свою медальку забрал, ты поехал счастливую домой. Областная федерация гонок с препятствиями создана в 2020-м тренировочной базой. Ее стал Суворовский. Здесь есть где бегать. Такие гонки – вид спорта молодой. И пока только набирает популярность в стране. Будем все делать для того, чтобы Ростов-на-Дону стал одним из таких выдающихся по-своему островков развития. Чтобы спорт развивался, важно выращивать не только спортсменов, важно создать школу тренеров. Это быстро не получится. Мы сейчас уже об этом думаем. И вот он старт. Первыми побежали профессионалы. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Самыми сложными препятствиями спортсмены называют рукоходы. В 30-ти градусную жару на раскаленных перекладинах удержаться особенно тяжело. Руки стираются в кровь. Первым до финиша добрался армавирец Георгий Матазин. Заметим, что в прошлом году он был здесь вторым. Я каждый день хожу завтракать, каждый день воду пью. Для меня это образ жизни. Как бы не люблю в зрителях сидеть. Я всегда получаю удовольствие от этой трассы, потому что самое интересное здесь это путь. Как ты его будешь проходить, это самое интересное. Пришлось поработать. Это радует, когда есть такие соревнования, они легкие и простые, где нужно просто бежать. Здесь придется попотеть. И самое сложное, это, конечно, ваше солнце. Палящее солнце. Но не такое оно и страшное, наше палящее солнце. Амна Романа Эминова из Воронежа, оно привело на второе место. Инна Билан, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Ползла себе по зебре по всем правилам, а машины не пропустили. Пришлось возвращаться назад по проезжей части. Вынужденное нарушение ПДД змеей наш корреспондент Екатерина Чурсина заметила через интернет. И сейчас расскажет, что еще испугало или удивило ростовчан в сети. Еще ростовчане обсуждали огромного паука в диване и джунгли Амброзии с человеческий рост. Подробности сейчас расскажу. Шла по пешеходному переходу, точнее ползла. Но водители не пропустили. На зебре в центре Ростова заметили змею, знающую правила дорожного движения. Она хотела перейти красноармейскую, но что-то пошло не так. Никто ползучего пешехода не заметил. И она, наверное, в обиженных чувствах вернулась с нарушением правил дорожного движения по проезжей части. Комендаторов зрелище скорее растрогало. Она все делала правильно, что ж люди так на пешеходном переходе. Хорошо добралась обратно в целости. Неужели это он сплел диван? Такой вопрос возникает, когда смотришь следующий пост с несколькими фотографиями. В квартире внутри дивана огромный паук. Большой мохнатый птицеест вызвал огромное негодование в комментариях. Как теперь спать, не проверив все кровати, возмущается подписчик, предполагая, что такой паук мог только сбежать из террариума. А шутник мечтает. Вот так спишь себе, а от тебя откусывает кусочек такой глазастый красавец. На Каширской улице нашли худшее место для аллергиков. Заросли амброзии с человеческий рост. Из-за такого количества амброзии аллергия появляется даже у здоровых людей, пишет автор поста. И невозможно не согласиться, объемы действительно впечатляют. Тут же активизировались ростовчане, готовые бросить вызов в редоносной траве. Собирая группу аллергиков, чтобы совместно решать вопрос по борьбе с амброзией в Ростове, решительно рапортует подписчик. Непонятно, правда, как эти аллергики почувствуют себя на месте, но, возможно, борьба планируется через ответственных запокоз. На этом у меня все. Спасибо, Катя, мы переходим к спорту. Сегодня и завтра хоккейный Ростов на Айс-арене сыграет первые предсезонные матчи с Кристаллом. А вот Ростов футбольный сезон уже открыл и вполне удачно. За один матч сразу несколько хороших новостей. Тут и круглое число, и поздравления с рождением ребенка. Наш спортивный корреспондент Марина Черных всю эту информацию уточнит. Да, Международная федерация футбола не разрешает нашему клубу использовать новых игроков. Но мы сильны и старым составом, который финишировал в прошлом сезоне в шаге от медалей. Два гола забил Ростов в первом туре, и оба стали символичными. Первый тысячным, второй умилительным подарком к рождению дочки. Футбольный чемпионат России стартовал, и Ростов славно зажег с факелом. Хотя не обошлось без казуса, FIFA запретила нашему клубу заявлять новых игроков из-за давнего дела с никому давно не нужным трансфером Альмквиста. Так что на первый матч сезона не могли выйти ни Акбашев, ни Ионов, ни Иранец Мохеби. Но Ростов справился и прежним составом. Начали наши мощно, и уже на 14-й минуте Голенков отправил мяч в ворота. Но его не засчитали. Оффсайт. И тут же забил факел, но уже по правилам, мощным ударом в девятку. Ростов это не смутило, и атаки наши накатывают одна за одной. Такой знакомый навес Уткина со штрафного на Камличенко. Форвард чуть не дотягивается, чтобы удар получился плотным. До удара Голенкова дотягивается вратарь, а потом отражает мощный накат Терентьева. Такой напор не мог остаться без результата. И вот он голевой угловой. Подача Уткина. Камличенко потолкался, поборолся головой. Осипенко потолкался, поборолся головой. И 1-1. Этот гол стал для Ростова тысячным в чемпионатах России. А вот и тысяча и один гол. Наши разыграли идеальную комбинацию со своей половины поля. Камличенко вывел на удар Тугарева, и тот не промахнулся. Сделать этого он просто не мог, ведь в этот день у него родилась дочка. Как скажет после игры Валерий Карпин, первые 65 минут матча его игроки провели очень хорошо. А дальше все не получалось. Факел в концовке мог отыграться, но Песеков справился. И победа в итоге наша 2-1. Теперь впереди старт Кубка страны. В среду ждем на Ростов-арене вернувшийся в РПЛ Рубин. Который, кстати, чуть не обыграл в первом туре одного из фаворитов чемпионата. Локомотив. Марина Черных, 1-й ростовский. Пасмурно началась новая неделя в Ростове, но это не значит, что она собирается такой быть. Уже во вторник абсолютно ясные плюс 30 обещает нам наш метеокор Дарья Лисицкая. И мы ей, безусловно, верим. Привет, Ростов! Привет, ростовчане! По традиции хочу напомнить, что сегодня Православная Церковь чтит память Ольги Страдницы. В календаре народных примет пишут, что раньше в этот день было принято заниматься делами в саду, в огороде. Считалось, что любое взаимодействие с землей принесет в будущем хороший урожай. А еще запрещали категорически бросать деньги на ветер. Считалось, что все финансы потом уйдут в никуда. Но я, если честно, ослушалась и уже с утра совершила большую покупку. Теперь надеюсь только на погоду. К тому же сейчас на улице ветра нет. Но, несмотря на это, Ростов так и не смог вырваться из власти пасмурной погоды. Небо с утра затянуто. А вот приведет ли нас это к дождю в ближайшие дни, расскажу вам я через полминуты. Субтитры создавал DimaTorzok Тех, кто ждет, что я начну прогнозировать дожди, хочу разочаровать. Сегодня обойдемся без них. Ночью в городе малооблачно при 20 градусах тепла. А уже утром на термометрах покажутся привычные за последнюю неделю плюс 30. Отсутствие осадков подтверждает обещанная синоптиками влажность воздуха. Она снизится до 37%. Атмосферное давление при этом останется довольно низким – 750 мм ртутного столба на барометрах. Ветер по-прежнему малозаметный. В его нынешних силах перемещать воздух всего на 2,5 метра в секунду. Но, несмотря на такое затишье, магнитное поле будет неустойчивым. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире. Что ж, таким был Ростов сегодня, а каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео, вся информация и контакты на сайте. В студии была Мария Филинкова. Всего доброго, до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин